Носик, носик. 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 Александр Борисович. Сергей Михайлович, чем можно помочь подобным приютам для дикой природы. Вы с вами ознакомились. Что самое основное, что можно сделать? Ну, во-первых, никогда не осудеют человеческие сердца в доброте. в меньшем нашем районе. И прямо с условий здесь можно помогать своим уясник, своими руками, привезти овощи, фрукты для животных, помочь в угорке, помочь еще в чем-то. Ну а если говорить уже о государственных законодательных мерах, вот смотрите, видите, вот вольеры, вот такая большая площадь. На самом деле сегодня, если, допустим, взять их где-нибудь в лесу, захотеть огородить территорию и сделать такие вольеры, чтобы дикие животные, которые, к сожалению, зачастую не могут быть выпущены на свободу, потому что они покалечены. Это же центр реабилитации, это не зоопарк. Так вот, чтобы они там чувствовали себя комфортно, сейчас по закону этого делать нельзя, потому что нет такой поправки о том, чтобы иметь возможность устраивать в лесной территории вот такие центры реабилитации, либо там, значит, какие-то зоопарки своеобразные, что угодно. Я думаю, что такие поправки нужно носить, вот это тоже может помочь. Не секрет, что очень многие животные страдают, в том числе, в контактных зоопарках. Вот есть ли какое-то законодательное региональное? Ну, начать с того, что мы приняли закон о жестоком обращении животными. Если в результате любых там действий или без действий человека, а зачастую вот в этих контактных зоопарках те или иные животные находятся в абсолютно ненормальных условиях, то есть они там просто заболевают или просто физически даже страдают. Я имею в виду, что какие-то раны сами себе наносят или еще что-то из-за условий. Так вот, есть теперь норма закона, которая ужесточает такое наказание, и если просто в результате любых действий, любых действий животным несет вред, либо увечья, либо повлекло смерть, ну и тем более, если все это делается еще из садийских повреждений, а если это еще снимается там для того, чтобы выиграть потом в интернете или в ресурсном аналитике, там даже сто пяти лет лишения свободы. Эту вот норму мы приняли. Буквально седьмого марта этот закон вступил в силу этого года. Вот это абсолютно правильно. Ну а нет каких-то информации об применении вот этого закона? Ну, на самом деле, есть уже. Уже есть прецеденты, где были, ну, в основном сейчас шла о очень больших штрафах и о принятиях работы. Я пока не слышал о том, чтобы кто-то был осужден в решении свободы, но принудительные работы за высоковращение животным и такие нормы были применены. Последний у меня вопрос. Вот эта поправка по поводу того, что мы будем ограбить какой-то лесеноносив, лесный участок, вот когда он будет принят? Ну, дело в том, что я сейчас в Государственную Думу буду инициировать такую поправку, вот у меня такая ситуация здесь, с этим эрупционным центром на Велес, я буду вносить такую поправку. Так. Сергей Михайлович, давайте с сотрудниками общую фотографию сделаем и уезжаем. Где? Вот здесь, вот. Табличка у них есть, я люблю Велес. А, ну давайте. Субтитры сделал DimaTorzok